Лекарства в Казахстане снова взяли курс на повышение. Больнее всего это ударило по жителям Казалардинской, Аквулинской и Алматинской областей. Там аналитики отмечают самое стремительное подорожание. При этом уже больше месяца за ценниками в аптеках строго следят. Во всяком случае на бумаге. Так почему же болеть становится все накладнее? Узнаем у Юлии Яскевич. Дело в том, что аптеки новым правилам следовать не спешат. Больше деталей через секунду. Цены на лекарства уже давно больной вопрос. Каждые несколько месяцев аналитики подсчитывают, что и насколько подорожало. И так уже 5 лет уже столько стабильно увеличиваются ценники. Свежая статистика. Пилюли и микстуры прибавили 8,7% за год. Если в деталях, то серьезнее всего взлетели обезболивающие. Но антибиотики, сердечные витамины отстают не сильно. Больной желудок тоже стало лечить накладнее. Как и вообще все. Энерджи Пром подсчитал, болеть в принципе стало дороже. Цена на лекарства складывается из многих факторов. Это расходы на производство, перевозку, регистрацию, а еще на оценка дистрибьюторов, оптовиков и аптечных сетей. На посредниках нужно остановиться подробнее. Часто они, ничего не производя, получают огромную прибыль. Просто потому, что только у них есть определенный препарат. Владельцы аптек рассказывают, они сталкиваются с баснословной надбавкой. Когда какой-то определенный препарат, причем бывает так, что он еще, знаете как, у него нету аналогов. Тогда дистрибьюторы могут на него цену поднимать, ну там, ну прям, у меня иногда не бывает слов, там 100, 200, 300 процентов на цену. Но есть и другая проблема. Фармацевтика в Казахстане страдает от импортозависимости. И это уже хроническая болезнь. Например, витамины. Только 5% из них казахстанские. Не лучшей ситуации с антибиотиками. Местные производители обеспечивают лишь 12% спроса. Причем даже отечественные лекарства в итоге могут оказаться не совсем отечественными. Субстанции и даже упаковку часто покупают в других странах. Конечно, не за тенге. Это тоже отражается на стоимости. При этом в Казахстане уже больше месяца законодательно регулируют цены в аптеках. Опубликован список, где сказано, за сколько максимум можно продавать тот или иной препарат. На данный момент там около 4000 наименований. Это половина. Дополнить перечень чиновники обещают до конца года. Мы решили проверить, соблюдают ли аптеки новые требования и сделать контрольную закупку. Лекарство выбрали для лечения аритмии. Заранее проверили в приложении предельную цену. Вот она. И отправились к фармацевтам. В первой аптеке нужных таблеток не оказалось. Но узнать, сколько стоит, никто не мешает. А вообще у него цена какая? 5 часов. 5 часов, да? Выше предельной цены на 140 тенге. Может быть, в другой аптеке, обещающей дешевые лекарства, повезет больше? 5,860 стоят. Ой, а что так дорого? От таких цены без аритмии можно схватиться за сердце. Вот и третий фармацевт о реестре, похоже, ничего не слышал. 50 таблеток было 5,850. Остается только жаловаться по номеру 1439. Кстати, недавно Лига потребителей выяснила, что в социальных аптеках Алматы цены даже выше, чем в обычных. Хотя идут туда чаще те, кому очень нужно сэкономить. Вот Татьяна Андреевна. У нее пенсия 60 тысяч тенге. Как минимум 12 тысяч она каждый месяц тратит на лекарства. У бабушки астма, проблемы с суставами и щитовидной железой. И лечить все это очень дорого. Чтобы сэкономить на таблетках, она пытается поддерживать здоровье травами. Но и они дорожают. Пенсию добавляют, получается, немножко. Допустим, добавили. А эти цены на лекарства растут ежемесячно почти. Вот сегодня, допустим, в этом месяце столько стоили. На следующий месяц я иду, одно какое-нибудь лекарство, допустим, травы те же самые. Вот они стоили там вообще копейки, да, 80 копеек стоили, 50 тенге стоили. А сейчас вот смотришь, смотри, 140 вот тенге стоят. О регулировании цен на лекарства Татьяна Андреевна узнала от нас. А вот каргандинские предприниматели эффект от нововведения уже почувствовали. Владельцы аптек жалуются, что их ждут одни убытки, если перечень не пересмотрят. Когда мы очень внимательно изучили этот реестр, оказалось, что треть этих наименований имеют цену оптовую, равную с розничной. То есть мы не имеем права делать никакую туда надбавку. Предприниматель уплачивает 3% от оборота. То есть если он купил препарат за 150 тенге и продал его за 150 тенге, 4,5 тенге он должен уже уплатить налог. То есть он уже остается в минусе. Зато местные чиновники в регулировании цен видят одни плюсы. Говорят, еще до ведения новшества обсуждали все с предпринимателями. И никаких возражений не было. По каким-то позициям есть, где цена оптовая, предельная и цена розничная, она как-то совпала. Но когда наш комитет встречался с предпринимателями, дистрибьюторами, они говорили, что... Ну как цена у нас создавалась, да, они учитывали все свои расходы. С учетом своих расходов, с учетом своей прибыли, с учетом своей маржи, они могут до какого-то определенного момента спускаться и по этой цене реализовывать для розницы. Цены на лекарства будут утверждать два раза в год. В июле и январе решение чиновники обещают принимать взвешенное. Но понятное дело, обещать, что таблетки и микстуры не подорожают, никто не берется.